Продолжение следует... Банк опасен для всех нас цифровой рубль тем, что в отличие от современных используемых сейчас наличных и безналичных рублей, он программируем. Его можно запрограммировать по срокам, по направлениям использования и по самым разным вещам. Кроме того, он, как планируется, должен полностью заменить как наличные, так и безналичные расчеты на сегодняшний день. Банк России презентует его как некую цифровую наличность, поскольку каждый из них имеет свой номер и может быть запрограммируемым, как я сказал. О чем это говорит? О том, что фактически Центральный банк будет обладать всей полнотой информации о каждом из нас, финансовой информации, поскольку все счета в цифровых рублях будут не в коммерческих банках, а непосредственно в Банке России. И люди, у кого есть разные счета в различных банках на сегодняшний день, фактически будут сведены к одному счету, который будет в ЦБ. Соответственно, все операции находятся под контролем и могут управляться по произволу теми, кто контролирует эти счета. Это может быть как чисто по каким-то техническим моментам, так и, если будет внедрен искусственный интеллект, вообще на автоматизированном уровне. Есть ли какие-либо плюсы для нас, как пользователей? Цифровой рубль характерен тем, что необходимо сложное оборудование для того, чтобы можно было проводить расчеты. Это может быть смартфон, компьютер или что-то иное. Необходимо электричество и необходимые линии связи. Если какой-то из этих элементов отсутствует, провести расчеты вы не сможете. И это принципиальное отличие от той же самой наличности, которой мы пользуемся сейчас, которая предполагает расчеты здесь и сейчас за товары и услуги. Если наличность будет ликвидирована полностью, рассчитаться при отсутствии одного из этих элементов вы не сможете. Соответственно, если происходит какой-то технологический сбой, какие-то ошибки и так далее, вы можете вообще потерять свой счет в ЦБ. Формально сказано, что он несет за это ответственность, должен обеспечивать безопасность информации, доступ. Но как человек, которому приходилось с ЦБ общаться от лица коммерческих банков, шансы даже у коммерческих банков в этом общении крайне невысоки. Если речь заходит о физических лицах, то я бы сказал, что это будет близко к нулю. Добиться восстановления счета, особенно если он будет по каким-либо причинам приостановлен или изъят по решению искусственного интеллекта, будет вообще невозможно. И самое главное, некому будет пожаловаться. Потому что решение было принято благодаря компьютерной программе, и никто не будет брать на себя из чиновников ответственность за то, чтобы что-то исправить. Это им не нужно. Следующий момент, не менее важный. Повлияет ли это как-то на инфляцию, которая является бедой любой необеспеченной валюты? Вне зависимости от того, в какой форме, в цифровой, в наличной или безналичной она существует. Нет, это никак не изменит ситуацию. Наоборот, инфляция будет только усиливаться. По одной простой причине. Если сейчас между моментом вброса денег в финансовую систему и поступление, повышение цен на товарном рынке проходит где-то в среднем от 3 до 6 месяцев между этими событиями, то в случае цифровой валюты и счета в Центральном банке у каждого эти деньги будут поступать мгновенно и, соответственно, будут мгновенно выбрасываться на рынок. Это будет приводить только к росту цен. Следующий момент, скорее уже из социальной сферы. Ликвидация, фактически произойдет ликвидация коммерческих банков как таковых. Потому что, имея счета в Центральном банке, коммерческие банки как посредники становятся ненужны. Возможности для того, чтобы что-то накопить, сэкономить, сохранить у вас не будет. Ведь у цифровой валюты есть ограниченный срок действия. Можно всегда поставить. И это один из ключевых элементов. Поскольку у меня осталось совсем мало времени, я бы хотел сказать следующее. В Соединенных Штатах в Конгресс был внесен недавно проект закона о запрете ЦВЦБ слежки. Он, на самом деле, несколько более широкий, чем самоназвание. И подразумевает контроль за выпуском цифровой валюты и массой ограничений. К сожалению, у нас на сегодняшний день ни один из депутатов нашей Государственной Думы ничего подобного не выносил. И в условиях тех рисков, которые цифровой рубль сегодня представляет для общества, это было бы целесообразно, ну, было бы целесообразно внести просто проект о запрете цифрового рубля на сегодняшний день. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.